Здравствуйте! Мы студентки Геотоинститута в городе Ташкенте. И сегодня на примере следующих ситуаций мы покажем, как правильно соблюдать новые правила зеленого Геотоинститута. Приятного просмотра! Знакомьтесь, это Амалия. И она совсем, ну совсем не любит соблюдать новые правила. А это у Миля, и она искренне верит в то, что новые правила очень эффективны и полезны. Да будет битва! Кто-то звонит? Алло, да, я выхожу. Если я одна буду выключать воду, ничего не изменится. Очень даже изменится. Ведь это так просто выключить воду, пока отвечаешь на звонок или занимаешься своими делами. А сколько воды можно сохранить во всем мире? Можно мне кофе, пожалуйста? Не-не-не, мне в одноразовом стаканчике. Одноразовые стаканчики не поддаются переработке, поэтому приходите со своими кружками, так еще и получайте скидку. О, можно мне, пожалуйста, вот эту вот брошюрку с информацией? Хм, ну и ладно. Зачем тратить лишнюю бумагу, когда есть QR-код? Это быстро, понятно и экологично. И какая разница, куда бросать? И так сойдет. Нужно обязательно сортировать мусор, ведь это облегчает и упрощает его будущую переработку. Так, нужно протереть стол. Теперь нужно протереть руки. Ах да, обувь же тоже нужно протереть. И все разными салфетками. Правильнее будет заменить влажные салфетки, которые не разлагаются около 50 лет, на сухие, а также пользоваться щетками для обуви. О, теперь-то можно и пойти домой. А вот и нет. Уходить можно только после того, как выкинете мусор и оставите свой класс в чистоте. Мир не меняется, он уже изменится. И в наших руках сберечь и сохранить наш общий дом. И каждый может сделать это, начиная себя из-за своих привычек. Мы уже начали соблюдать новые правила Зеленого Геота Института. Присоединяйтесь и вы, ведь это так просто, но при этом очень нужно и важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова